Определяется ли наша активность и её успех нашей способностью направлять свой ум, тело и энергию? Однозначно, качество деятельности, природа деятельности человека определяется тем, какое у него тело, какой ум, какая у него энергия. Не так ли? Буквально недавно, когда я садился в самолёт в Атланте, рядом со мной стояла одна женщина. На ней было много всяких украшений, больших браслетов и прочего. Она всё это с себя снимала, а затем спросила, «Маленькие украшения тоже надо снимать?» Сотрудник службы безопасности ответил, «Да, снимайте всё». Тогда я сказал ей, «Видите, они застрелили Бен Ладена, но это не сработало. Он полностью изменил нашу жизнь, по крайней мере, то, как мы путешествуем. Нужно снимать обувь, проходить через устройство, где с вас снимают штаны. Да, вас досматривают, либо вы становитесь в устройство и снимаете там штаны. Вы должны сделать что-то одно из этого». Так что он очень успешный человек. Может, вы его застрелили, но он был очень успешным человеком, потому что он повлиял на нашу жизнь больше, чем мы повлияли на его. Да или нет? Разве он не повлиял на нашу жизнь больше, чем кто-либо другой? Он так повлиял на нашу жизнь, что просто изменился сам способ нашего существования. Не так ли? Теперь, когда вы думаете про аэропорт, вы не можете больше радостно отправиться в отпуск. Вам нужно снять с себя всё, прежде чем войти в самолёт. Так что наше представление об успехе или о качестве успеха, по сути, исходит из того, что происходит в наших умах, что происходит в нашем теле, что происходит в нашей энергии. Не так ли? Да. Определенно это так. Поэтому перед тем, как человек приступит к достижению успеха, ему необходимо сделать своё тело, свой ум и свою энергию очень приятными. Если человек неприятен в своём теле, неприятен в уме, неприятен в своей энергии и при этом стремится к успеху, он будет распространять повсюду что-то неприятное. Такое будет его представление об успехе. Потому что вы можете создавать только то, чем вы являетесь. Вы не можете создавать ничего другого. Да или нет? Можете ли вы сделать что-то больше, чем то, чем вы являетесь? Если вы сейчас чувствуете себя очень приятно, вы будете думать о том, как сделать приятное всем вокруг. Если вам сейчас неприятно, естественным образом вы будете делать людям неприятные вещи. Не так ли? Если я встречу вас, когда вы очень счастливы, я уверен, что вы будете прекрасным человеком. Если я встречу вас, когда вы несчастны, расстроены или рассержены, вы можете быть неприятными. Не так ли? Разве это не так для каждого человека? Да или нет? Проблема с Усамой Бен-Ладеном заключается не в том, хороший он или плохой, а в том, что он находится в определенном неприятном состоянии. По какой-то причине он был зол. Гнев — это неприятное состояние, не так ли? Вот что происходит, когда человек зол. Чем он могущественнее, чем он успешнее, тем больше неприятностей он способен распространить. Да или нет? Прежде чем вы выйдете в мир, прежде чем коснетесь любого другого человека, ваша фундаментальная ответственность — сделать абсолютно приятным вот это. Не так ли? Прежде чем прикоснуться к другой жизни, вы должны сделать эту жизнь очень приятным процессом. И тогда, к чему бы вы ни прикоснулись, вы сделаете это приятным. Если вы по какой-то причине, какой бы она ни была, сделаете эту жизнь неприятной, вы естественным образом будете распространять что-то неприятное в мире.